Договор о взаимодействии при осуществлении отдельных госполномочий между Ненецким округом и Архангельской области документ, имеющий огромную значимость при формировании бюджета региона. Несмотря на то, что срок договора истекает 31 декабря 2022 года, начинать работать над формированием нового документа необходимо уже сейчас. Заняться этим вопросом должна специально созданная рабочая группа. Отдаю вам поручение на этой неделе собрать эту рабочую группу при необходимости командировать членом рабочей группы в Архангельск для встречи с правительством Архангельской области. И мы должны уже представлять себе, как будет выглядеть договор на 2023 год, поскольку он у нас истекает действующий в 2022 году. А это означает, что мы не сможем с вами сформировать бюджет 2021 года. Полагаю, что надо активно привлекать к этой работе депутатов, чтобы они были погружены в суть этого договора и активно участвовали в переговорах. От финансовых возможностей региона зависит реализация программы развития сельских территорий. Об этом в ходе планёрки заявила Евгения Шимко. По словам вице-губернатора, в настоящий момент при непосредственном участии муниципалитетов, а также профильных специалистов, идёт наполнение программы. 2-3 числа прошлой недели прошли совещания с Месью и Омой, с главами муниципалитетов, отработали проблемные вопросы. Сейчас сформируется программа сценария 2 развития по финансированию. Будем быть оптимальной и перспективной, если финансирование пойдёт так, как мы желали бы этого. То есть 100% что нужно по населённому фунту и то, что будем говорить реально к исполнению в ближайшее время. На этой неделе планируется в четверг Нижняя Пёша и Индиган. Из реализованных проектов на территории поселения региона – завершение строительства трёх домов для оленеводов и чумоработниц в ОМИ. Жилые помещения распределены в департамент, в внутренней политике. Соответственно, сейчас работа будет по, так скажем, оптимизации очереди, передачи для негода этих квартир. Там 8 у нас человек сейчас стоит, и очередь по ОМИ планирую полностью закрыть. Ещё один объект принят в Щелино. Там возвели первый модульный ФАП. В принципе, и ночные сооружения локальные, и всё, что необходимо, было сделано. Теперь идёт подготовка акта, приёмки этого объекта, чтобы мы могли её пролицензировать. И дальше по 11 ФАП у нас ещё один прибавился. Теперь уже не 11, а в этом году 12. Соответственно, идёт планомерная работа. Надеемся, что без срыва. Ещё один объект, который остро необходим региону – инфекционное отделение. В этой связи в РИО губернатор Нейнского укр. Юрий Бездудный дал поручение руководителю профильного ведомства. Для нас очень важно, чтобы у нас появилось инфекционное отделение. И затягивать это на 2021-2022 год мы просто не имеем права. Нам необходимо это сделать уже в самое короткое время. Ещё одно стратегическое для региона мероприятие – «Северный завоз». Компания проходит в плановом режиме. По малым рекам он уже завершён. Топливом обеспечены Харутаха, Ривер, Несь, Ома, Коткино, Великовисочная, Лабышская, Чижа, Шойна, Тошвейска и Каменка. В целом, компания должна завершиться к 30 сентября. В поселениях и городе началась подготовка к осенне-зимнему периоду. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова